Нынешний путинский режим, к чему он ближе, к нацизму или к фашизму? Привет, уважаемые зрители канала Субиньюз. С вами Василий Миколенко. И у нас сегодня интересная дискуссионная передача, потому как дискуссия вокруг будет темы, которая, безусловно, всех нас интересует, всех нас волнует, тем более она является горячей и во многом спорной. С нами сегодня Герман Обухов. Здравствуйте, Герман Викторович. Здравствуйте. И с нами сегодня Юрий Шлипа. Приветствуем Вас, Юрий Юрьевич. Приветствую. Друзья, тема у нас, дорогие зрители, как Вы, наверное, уже поняли из заглавия, это что же собой на сегодняшний день представляет Московская империя? Это фашизм, идеология, которую они исповедуют, или это нацизм? Точки зрения расходятся, у каждого есть свои позиции по этому вопросу. И мы сегодня решили подискутировать именно по этой теме. И я предложу дорогим нашим участникам программы высказать свою точку зрения, что же в Российской Федерации на данный момент главенствует, друзья, это фашизм или это нацизм? И мы начнем с уважаемого Германа Викторовича. Герман Викторович, что же все-таки? Об этом, ну и говорилось неоднократно, и я писал в ряде изданий еще в 2014 году, после Майдана. То есть это была, как бы, такая поворотная точка. С точки зрения истории развития государства и взаимоотношений государства с окружающим миром. 8 лет назад мной было определено или выведено 5 основных признаков фашистского государства. То есть ничего не изменилось с тех пор. Вот нынешняя агрессия, нынешняя война, она еще раз просто доказала лишний раз, что я был прав. Значит, перед этим эфиром я попросил моего давнего тоже товарища Юры Шулипа записать на отдельном, ну, как бы, кусочке, я так сказал бы, бумаги, значит, признаки фашизма по Умберто Эко. Я не знаю, что делал Юрий, либо нет, потому что это 14 признаков. Честно говоря, я их не помню. Я помню, может быть, 2-3, может быть, 4, не знаю. Но эти признаки, они не отражают, в общем-то, реальность. Они не более чем, ну, философские такие размышления. Ну, известного достаточно философа итальянского, которые повторил Ричард Бритт, это журналист Великобритании. И недавно, в общем-то, практически один к одному повторил Тимоти Снайдер, это историк из Ели. Значит, мои 5 признаков отличаются кардинально от этих признаков, что Эко, что Бритта, что Снайдерс. Поскольку они, ну, я бы так сказал, реально и практически применимы. То есть они были в нацистской Германии с 35-го по 45-й год. И они имеют место в современной России с 2014 года. Почему с 2014 года? Потому что до этого одного признака не хватало. И этот признак, вот, аннексия захват Крыма, вот он как бы абсолютно один к одному стал, ну, идентичен с признаками фашистского государства в нацистской Германии. Потому что нацизм – это, в общем-то, идеология. Фашизм – это, ну, государственное устройство. Кто-то говорит, нет-нет-нет, значит, фашизма не было в Германии, он был в Италии. Ну, знаете, можно, конечно, долго дискуссировать на эту тему, но, как бы, фашизм – это синоним нацизма. С этим никто не спорит. И все страны, и вся Россия, и вся Украина говорит о фашизме в нацистской Германии. И сегодня, и сегодня вся Украина говорит о фашизме в России. Но этого недостаточно, потому что этот термин не принят в Западе. Пока все это варится, я бы так сказал, варится, да, в русскоязычном сегменте. То есть, вот мы говорим все, у вас русскоязычные зрители, там, я давал интервью на телеканале Киев, Украина, обозреватель. Это все русскоязычный сегмент. Пока это не выписывалось в англоязычный, либо немецкоязычный, либо другие какие-то, да, во Францию, либо там и дальше. Поэтому задача сейчас, чтобы это, как бы, максимально расширить, и максимально двинуть в Европу. Потому что в Украине уже не надо никому ничего доказывать. Так вот, я перечислю эти пять признаков, да, с вашего разрешения. Значит, первый признак – это великодержадный шовинир. Никто не будет спорить с тем, что сегодня он есть в России, правильно? Как бы он был в Германии, да? Но это тоже, как бы, неоспоримая, значит, как бы вещь. Это первое. Второе – это слияние всех детей власти. Какие мы имеем? Законодательную, исполнительную судебную. Что мы видим сегодня в России? Они все в едином, в едином, таком, как бы, да, круге. Значит, они слились с масс-медиа, они слились с силовым блоком, и они слились с бизнес-элит. Один к одному – это было Германия. Значит, законодательная власть ничего не могла там возразить исполнительной власти, Гитлеру и Рейхсканцелярии. Судебная власть сделала то, что, значит, им была установка, значит, из Рейхсканцелярии от Гитлера. Все остальные, значит, силовые структуры, естественно, были под ними. Пропаганда работала на Гитлера и на всю эту машину. Ну, и что еще? Бизнес-элита тоже поддерживает. Все один к одному. Что в России сегодня, что в Манцистской Германии. Я не вижу разницы. Значит, третье. То, что вот не было до 2014 года. Было, но были элементы. В Грузии с Ичкерией это не совсем так, потому что это все-таки на территории России. Там нельзя говорить, что это была агрессия. Поэтому после 2014 года, когда был заход от Крыма, конкретно, и аннексия, вот этот признак, он был добавлен, потому что он имел место в нацистской Германии. Верно, да, так сказать? То есть Германия, значит, началась с Судетов, потом Польша, потом дальше, 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 дальше. Дальше уже, так сказать, мировая война, отечественная война, и закончилось это все в 1945 году полным коллапсом. То есть, значит, третий признак – это агрессия против соседей и аннексия сопредельных территорий. Это бесспорный признак? Или все-таки можно его оспаривать? Я думаю, что бесспорный признак. Значит, четвертый признак – это преследование инакомыслия и политические убийства. Будем спорить об этом? Я думаю, что никто с этим не поспорит, потому что это имело место гарантированно в нацистской Германии. Сколько там было политических убийств? Ну, я не говорю, что заказные. Там конкретно рейс-канцелярия разбиралась со своими оппонентами, большинство которых просто уехало в Британию и в Швецию. Потому что там уже бороться с фашистскими государствами было невозможно. Значит, в России мы тоже видим, там и немцов, там и целый ряд других видных деятелей, которых убрали, которые были, в общем-то, против власти и открыто об этом говорили. Значит, то, что мы видим аннексию, значит, и сегодня это продолжается. Да, они хотят еще там Херсонскую область, не знаю, что еще там, Одессу, не знаю, что. То есть, вот, так сказать, четвертый признак совершенно очевидный. Был в нацистской Германии, сегодня мы видим в России. Ну, и пятый абсолютно тоже очевидный – это возвеличение фюрера. То есть, значит, никто ничего не мог сказать против Гитлера. Ну, были смельчаки, конечно, которых либо посадили, либо они убежали. Вот, и то же самое сегодня мы видим с Путиным. Ну, собственно говоря, можно с этим поспорить? Я не знаю. Вот у меня нет аргументов против вот этих пяти признаков. Значит, еще такой маленький момент. Я по этому поводу говорил с двумя своими друзьями, очень единственными в Израиле. Не буду называть их имена, но они известные люди в Израиле. Они немножко возназили, сказали, что не хватает одного признака. Значит, это геноцид, который имел место в Путической Германии. Я им, как бы так, дипломатично, мягко объяснил. Я считаю это, как бы, следствием третьего признака. То есть, агрессии и захвата сопредельных территорий. То есть, геноцид, он, как бы, он, вот, подходит в третий признак. И он, как бы, составляющая тоже, вот, фашистского государства. Вот, как бы, я все разложил по полочкам, потому что ни один из этих признаков не был озвучен ни Кумберто Эйко, ни Бритом, ни Снайдерсом. Они говорили там о каких-то, не знаю, в общем-то, высокопарных, там, философских каких-то размышлениях. Может быть, Юрий может перечислить эти 14 признаков, и вы увидите, насколько они кардинально отличаются от них. Потому что вот эти признаки, они реально сегодня, они практически применимы. И на их основании можно предъявлять России сегодня, да? Вот, как бы, приговор. Вот, смотрите, было в Германии, вот один к одному зеркально сегодня у вас. С чего вы можете поспорить? Этого нету, этого нету в Украине, вот этих признаков, понимаете? А вот из 14 признаков Кумберто Эйко, многие эти признаки можно найти где угодно, включая Соединенные Штаты, Британию, Польшу и Украину, и где угодно. Вот в чем отличие. Поэтому, ну, вот, как бы, я изложил свою позицию, изложил, что это за признаки, я говорю, о них уже говорилось, писалось, но, к сожалению, пока это еще в рамках Украины, немножко в России, значит, уже об этом заговорили. Но пока это очень скромно. Вот, когда они будут признаны, тогда будет меняться мир кардинально. Это, как бы, ключик в политике. Если вы можете только вообразить, что значит, если Прибалка, либо там Польша даже, да, признает Россию фашистским государством, какая это будет бомба для вообще всего мира. Тогда задумается о Германии, Британии, Соединенные Штаты. Сразу вот, вот, в Америке просто не представляют, что такое фашизность, об этом даже не говорят. Так что здесь всего террористы, либо что, вот это, да, вот это тема Америки. Но никак не фашизность. Поэтому в Америке очень сложно это пробивать, вот эту тему. Я не знаю, как, насколько это возможно, ближайший, там, не знаю, месяц, либо это надо начинать с Европы. Герман Викторович, прежде чем мы дадим слово, безусловно, Юрию Юрьевичу, вопрос к вам. Мы разве не видим признаков геноцида? Разве не уехала половина населения Донбасса или не были истреблены проукраинские люди, которые проукраински настроены? Разве не запрещаются книжки на украинском языке? Разве нет преследования украинства? Разве не истребляются сейчас украинцы по национальному признаку на юге Украины? Мы вообще абсолютно не понимаем, что там происходит. Разве это не признаки геноцида? И, кстати, еще один пример. Мы сегодня с вами пишем передачу, возможно, она выйдет завтра, 8.08. Мы все помним прекрасно дату 8.08.08. И мы все прекрасно помним, что у грузинского большинства из Абхазии было методом геноцида либо истреблено, либо перемещено в Грузию. Это классический геноцид. Нет, так я сказал, что я согласен, что это одна из составляющих фашистского государства, но в моем понимании это входит в третий пункт. Агрессия и захват сопредельной территории, потому что без этого геноцид сложно как-то осуществлять. То есть, что касается Украины, не войдя в эту страну, не начав агрессию, как можно как бы осуществлять геноцид? И в России, в Москве, если мы заговорим об этом открыто на весь мир, если какая-то пойдет, я буду стараться организовать видеоконференцию в Киеве, конференцию в Варшаве, может быть, в сентябре по этой теме. Если пойдет какая-то волна в связи с обсуждением не один раз этой темы, то тема геноцида, конечно, будет затронута. Опять же, в Германии это были евреи, сейчас это украинцы. Но Москва тут же закричит, да какой геноцид? Он даже украинцы во власти, он даже Матвиенко, правильно? Почему мы ее не убиваем? Валентина, она родилась в Украине, где она в главе Совета Федерации. Вот их будет аргумент сразу же, значит, да, вот смотрите. А вы ему скажите, что это не украинец, а то хохоу. Да, да, да. Короче говоря, без вторжения в Украину геноцид сложно осуществить. Поэтому у меня это входит как бы под пункты, либо, так сказать, составляющие вот третьего пункта агрессии против соседей и захвата определенной территории. Вот я объясню, как бы, свою позицию по части геноцизма. Юрий Юрьевич, пожалуйста, ваши аргументы. Мои аргументы заключаются в следующем. То, что сказал Герман Викторович Обухов, его пять признаков на нацизм. Герман Викторович, я правильно понимаю, что вы считаете российский режим нацистским. Путинский, российский режим, который спортировался, вы его считаете нацистским или фашистским? Ну, значит, смотрите, нацизм это как бы явление однородное. То есть, значит, в Германии были немцы, там очень мало было каких-то других национальностей. В России это многонациональный государство. Поэтому говорить о том, что, значит, нацисты в России, ну, не знаю, может быть, не совсем корректно. Может быть, какая-то форма неонацизма, но это не нацизм. Это, скорее всего, все-таки построено уже фашистское государство. То есть, я говорю, для меня фашизм это синоним нацизма. То есть, значит, я считаю, что фашизм имел место как в Италии, так и в Германии до 45-го года. Можно об этом говорить, спорить, но, в общем-то, для меня это очевидно. Это уже вопрос терминологии, не знаю чего. Но, как бы, война начиналась всегда, и она и сейчас началась с идеологии. 8 лет, 8 лет безостановочно в Москве вещали, да, по всем каналам, по первым, конечно, главным, о том, что нацисты, пацисты в Украине. Вот получили. То есть, Украина не сопротивлялась, она не возражала. И вот буквально я, сегодня утром ушло письмо, значит, полномочному представителю Сергея Кислица здесь, значит, что я пытался что-то обсуждать, это с посольством, ничего не получилось Украины в Штатах. Может быть, если представить, то он ответит. Поскольку это никому было не надо, не интересно. Вот мы имеем результаты, имеем, значит, последствия. Надо было 8 лет назад начать говорить о фашизме в России. Может быть, было бы немножко по-другому все. И на Западе надо было говорить об этом. Но даже в Украине об этом молчали. Слушайте, так а что вы хотите? 8 лет пропаганда работала на промывание мозгов. И сегодня они там говорят себе, да слушайте, мы воюем и боремся с нацизмом в Украине. Ну, и как вы заставите их думать иначе, так сказать, только пока не полетят пух и перья, значит, от российской армии, пока Ферсон не вернется, пока Донбасс не вернется, тогда они задумаются, что это такое. Я не вижу сейчас пути, как бы начать промывать обратно из мозгов. Всей России там 60-70 процентов, но не все, понимаете, 100 процентов. Но большинство это точно, да, там две трети. Так что вот результат того, что Украина ничего не делала, 8 лет, да, так сказать, никак она не возражала против того, что ее обвиняли в нацизм и пашизм. Ни Порошенко не делал, ни в начале своего карьеры Зеленский ничего. Ну, они не делали, потому что просто таким образом показывали свой пророссийский, вот и все. Ну, не знаю, пророссийский или нет, так сказать, да, но это надо было обратить внимание на это уже давно, на эту, значит, российскую пропаганду и как-то отвечать. Они просто отмалчиваются. Ну, говорят и пусть говорят. Да, ну вот и получили, пусть говорят, так пусть говорят. Безусловно, Германович, я думаю, мы с вами эту тему разовьем на грядущем первом антироссийском форуме. Я постараюсь с коллегами организовать целую панель по поводу того, все-таки, какова природа расширизма российского фашизма, потому что она, к величайшему сожалению, пока еще не раскрыта и ей не дало точек однозначных оценок. Теперь, что касается по существу. Те признаки, которые фашизм перечислил Герман, пять признаков. Четырнадцать признаков итальянского философа Берта Эка и четырнадцать признаков фашизма британского политолога Лоренса Берта. В принципе, этого достаточно. Но, опять-таки, это общие признаки, которые достаточно приближенно подходят к российскому режиму, к фашизму. Но дело в том, что они не учитывают специфику расшизма. А в чем, собственно говоря, заключается специфика расшизма? Первое. Почему путинский режим, российский, ну и вообще российский режим с Путиным или даже без Путина? Потому что был Ельцин, было тоже и в российско-чеченске войны, и его нельзя назвать нацистским режимом или нео-нацистским. Потому что здесь на самом деле заблуждение, мы попадаем в ловушку, мы сразу не назовем вещи своими нами. Объясняю. Для российского фашизма, стало быть, империализм, да, вот какова природа российского фашизма, это, в первую очередь, природа империалистическая. Из этого нужно исходить. Главный столб российского фашизма, это так называемый русский мир. А если мы внимательно посмотрим, а что такое русские? Русские – это всего лишь какое-то некое прилагательное значение. Русские – это не нации и не народ. Почему? Объясняю. Если мы посмотрим на преамбулу к российской конституции, там идет речь о том, что Российская Федерация – многонациональное государство. И о русском там упоминается всего лишь в статье 63-й российской конституции. И то только в контексте русского языка как государственного основного. Но тем не менее, та же самая 63-я статья говорит, что наравне с русским языком в Российской Федерации также используются в официальных органах государственной власти и языки республик. И вот здесь, как говорится, зарыта собака. И вот мы сейчас ее с вами попытаемся откопать. Если мы посмотрим на Татарстан, Башкортостан, Чеченскую республику Ичкерия, Дагестан, другие, например, республика Саха, Якутия, то у этих республик имеются свои признаки государственности. Государственности. Государственный герб, гимн, флаг, язык, рас. Признаки, принадлежащие к народу. Национальная культура, национальный язык, религии и так далее. Общенности. То есть видно, что это протогосударство. Это на самом деле действительно государство, которое находится в составе некой федерации. А теперь обратимся, а что же такое русский? Где у русских? Русская республика в составе этой Российской Федерации. Где у русских их признаки государственности? Именно русский флаг, русский герб, русский гимн. А этого нет. Есть флаг, герб, гимн, признаки государственности. Таково опять-таки Российской Федерации. То есть федерации и куда входят вот эти все порабощенные, покоренные, несчастные народы. А у русских нет ничего. У русских это еще я повторю. Вот по этой, кстати, причине, потому что у русских нет признаков своей государственности, то у русских нельзя считать народом. У русских максимум можно считать это этносом. Это согласно того, что их объединяет русский язык. И еще, кстати, чего можно их считать, этот признак, который, я считаю, войдет в академическую науку, именно принадлежность к рашизму. К российскому фашизму. И таким образом мы сейчас с вами сделаем очень важнейшее утверждение о том, что Россия не является ни нацистским государством, ни нео-нацистским государством. Россия является классическим фашистским государством. Но российский фашизм, российский фашизм, повторюсь, он, его природа, это фашизм империалистический. И, кстати, в концепции национальной политики России, которая была учреждена в 2020 году, там упоминается о русском мире, идет речь о том, что русский мир находится за границами самой России. То есть это трансграничное явление с точки зрения России, которое распространяется и на другие страны и территории, в том числе и в этой концепции заложены основы ведения экспансионистской политики. Теперь историческая природа российского фашизма. Откуда он появился? Исторически первое. Это так называемое собирание земель русских. Становление московского государства времен Ивана Грозного. Битва за объединение. Изменяли русских, как это пишут те историки, которые сфабриковали историю на реке Халки под Великим Новгородом. За объединение, то есть битва за объединение. Представляете, мне захват. Везде еще работают, что российская история, она сфальсифицирована. Ничем от сегодняшнего не отличается. Да, российская история, она сфальсифицирована тем, что там правда смешана с ложью. И там вещи не называются своими именами. То есть собирание так называемой земель русских, это было величайшее рейдерство, это было величайшее территориальное экспансие и уничтожение тех народов, которых была возможность уничтожить. Это действительно политика Золотой Орды. Ордынская политика. И таким образом, уничтожая другие народы, им удалось превратить в Российскую империю. Она выросла до... В Перепетре Первом она стала Российской империей, переехала со столицей в Санкт-Петербург. Это, кстати, Санкт-Петербург, это территория государства Дермоландия, которая существовала до экспансии. И была тоже уничтожена расистами. После чего Российская империя в 1862 году при императоре Александре II достигла своего могущества. И потом, после внешнеполитического поражения в империстических войнах, она стала разваливаться. Первое ее экзоциальное поражение 1917 год. И большевикам удалось потом на ее территории слепить совок. Но, опять-таки, большевики были такие же империализмы. Поэтому здесь, что и имперский фашизм, царский фашизм, имперский фашизм, и большевистский, советский, красный фашизм. То есть, в этом плане точно это оба империалистические фашизмы. В 1991 году Советский Союз потерпел стандартное поражение в Третьей мировой холодной войне и распался. А 20 февраля 2014 года, после того, когда Путин начал нападение на Крым, вот мы 20 февраля 2014 года считаем начало Четвертой мировой гибридной войны как акт геополитического ревизионизма, как акт рецидива за поражение СССР в Третьей мировой холодной войне. Потому что советский фашизм и российский империалистический фашизм остался безнаказанным. Историки не дали ему надлежащие оценки. Ну, основная часть истории. Конечно, какие-то единицы историки, возможно, правильно описали. Но не до конца, еще раз повторяю. Потому что нет ни слова понятийной конструкции российского фашизма и российского империализма, включаясь в отношениях, до конца не оформлены. И поэтому, соответственно, российский фашизм дал свой рецидив. Теперь, что касается тех признаков, о которых сказал Герман Викторович. Я лично считаю, что помимо тех признаков, о которых упомянул Герман Обухов, также важно еще обратить внимание на 14 признаков. Я сейчас вам расскажу кратко. Это британского политолога Лоренца Бритта. Первый из них – яркие проявления национализма. Но применительно к российскому фашизму, то слово «национализм» в этом признаке, я считаю, нужно заменить на империализм, яркие признаки российского империализма. Так нужно назвать еще раз этот признак применитый к рашизму, потому что, повторюсь еще раз, что российский фашизм имеет свою специфику. Поэтому в классическом понимании он во многом не совпадает с теми признаками, которые сказал Герман Викторович, у которого имеется у Берта Эка и у Лоренца Бритта. Далее, второй признак – презрение к правам человека. Есть такое в России? Сплошь и рядом. Вся путинская система на этом построена. Далее, поиск козлов отпущений. Абсолютно верно. Лоренц Бритт здесь в данном случае смотрел прям как, ну, условно говоря, как водопредел. Ну, важный признак, я считаю, как человек, который отработал много лет в сфере юстиции в Российской Федерации, это фабрикация уголовных дел, где действительно по абсолютно сфабрикованным основаниям против любого в России можно по беспределу сфабриковать любое уголовное дело и назвать его преступником, убийцей и так далее. И, кстати, на международном уровне, то, что сказал Герман, это 108 лет российская пропаганда оскорбляла Украину, называя нацистами, националистами и так далее, это тоже поиск козлов отпущения, который подпадает под вот этот признак фашизма. Далее признак 4. Засилие всего военных. Ну, абсолютно правильно, посмотрите, основная часть российского бюджета. На что ее идут средства? Это на планирование, организацию и ведение четвертой мировой гибридной войны. То есть, это на военный силовой аппарат, пропаганду, полицейщину, подкуп агентуру. Ну, естественно, спецслужбы, которые поют полицейщину. Да, дальше. Повсеместный сексизм. Опаньки. И тут как раз, что говорят расисты? Закон о домашнем насилии у них там, то есть, что можно уже наносиловать в семьях, потом терпеть побои и так далее. Вот, пожалуйста. Далее, шестой признак. Контроль над средствами массовой информации. Ну, Лорис будет указывать, что средства массовой информации при фашизме часто находились под жестким контролем властей и на шаг не могли обсудить от линии партии. Методы контроля включая не только выдачу разрешения доступа к ресурсам, экономическое давление, устойчивые призывы к патриотизму, но и угрозам. Да, это есть, безусловно, в России. Но я бы еще дополнил этот признак признаком 6.1, который заключается в том, что средства массовой информации России, в том числе те, которые находятся на ее территории и за ее пределами, рост пропаганды, так называемый Russia Today, это технологии информационно-психологического воздействия. То есть, помимо того, что они контролируют в качестве цензуры, то есть цензура всего-таки одна сторона, а другое это идет зомбирование. Почему бы российскую пропаганду, опять-таки, да, там, безусловно, есть пропаганда, расизма. Я сейчас, кстати, отмечу тоже очень-очень важный признак, я считаю, самый главный еще бы признак расизма, я думаю, мы его назовем, добавим вот в печень Лоуренса, да, под пунктом 6.2. Это, да, это вот один из важнейших признаков, главнейших признаков расизма. Это уничтожение и унижение других стран и народов ради своего величия. То есть, вот что такое российское величие, величие России, каково это? Это унижение других народов. Почему? Потому что у расистов такая традиция и практика. На фоне унижения Украины, стран коррективного Запада, той же самой организации обменных наций, создания различных преступных провокаций, подстав на международном уровне, расисты возвышаются. То есть, они показывают так, вот мы вас подставили, ага, вы в нашу подставу попались. Ну, вот, например, тот же самый трагический, упиющий случай акт международного государственного терроризма в этой пыточной тюрьме в Оленевке Донецкой области, когда и Красные Крестные Организации Обменных Наций поручились за... То есть, они гарантировали, что при сдаче в плен украинские воины защитника Мариуполя останутся живы. А что сделали российские фашистские захватчики? Убили их, взвески замучили, а потом убили, уничтожили их тела с помощью террористического акта. И вот таким образом расшизм возвышается. Вот они, совершив такое преступление жестокое, да, вот это и есть показатель их величия. Россия таким образом показывает свое величие над Украиной, что мы можем вас убивать абсолютно беззаконно и безнаказанно, и нам ничего за это не будет. Так, следующий важнейший признак, седьмой, это одержимость национальной безопасности. Ну, тут тоже, опять-таки, абсолютно верно. В России куча полицейщины, часто усиление, везде ФСВ, поборы там, ну, тут, я думаю, даже не надо это обсуждать, это и так все понятно. Признак восьмой. Связь между религией и правящим классом. И тут я хочу сказать в точку. Пропаганда поддерживает иллюзию того, что фашистские лидеры выступают защитниками веры, а их оппозиция безбожниками. И действительно, они действуют таким образом, чтобы у людей создавалось впечатление о том, что те, кто противится находящейся у власти, это все равно, что воевать против религий. Но вот тут, опять-таки, серьезно. Хотя, на самом деле, являются сатанистами чисто. Конечно, вот тут, а вот здесь как раз-таки человек верующий, который, хотя бы неплохо знает о зарелигии, он поймет, что только Бог превыше всего, а у Бога все люди равны. И таким образом, здесь получается так, что те узурпаторы, которые узурпируют власть, типа Путина и так далее, Гитлера, Сталина, они собой подменяют Бога. Таким образом, это и есть с религиозной точки зрения их позиционирование, Путина, Гитлера, Сталина, как представителей дьявола на земле. Пункт 9. Защита власти корпораций. Ну, опять в точку. Потому что при путинском режиме, как известно, все свои, из Питера, дружбаны и так далее. Пункт 10. Подавление рабочих объединений. Рабочие движения считали силы, которые могли бросить вызов политической гегемонии правящего класса. Ну, в России они уже, в России рабочие как силы вообще, они не были созданы, и таковые просто отсутствуют. Пункт 11. Презрение к интеллектуалам и искусствам. Ну, тоже, в принципе, абсолютно правильно, потому что мы видим бегство мозгов. Ученые выезжают сейчас из России. Вообще, в России сейчас наукой де-факто занимаются запрещено, потому что могут обвинить в шпионаже, в государственной измене и, собственно говоря, во всем прочем. Дальше. Пункт 12. Одержимость преступлением и наказанием. Чичность заключенных при фашизме была очень высокой, и при этом полиция получала героическую репутацию и почти неограниченную власть, что приводило к многочисленным злоупотреблениям. Чтобы оправдать решение полномочия полиции, власти стимулировали у населения страх перед преступниками, предателями и врагами. Все, тут как бы добавить и отбавить нечего. Пункт 13. Протекционизм и коррупция. Предприниматели близких власти используют свое положение для обогащения. Коррупция развивалась в обоих направлениях. Фашистский режим получает финансовую помощь от экономической элиты, а та политические услуги от правительства. Вообще считаю, что в России экономическая элита опущена, подавлена и де-факто уничтожена. Вообще находится полностью под контролем спецслужб. То есть пункт 13 это еще хуже и более брутальный. Его надо немножко в другой редакции переинтерпретить. Ну и следующий, последний пункт это подтасовка результатов выборов. То, что имеет место быть в России, это даже не нужно обсуждать. Но я бы добавил сюда 15 пункт, это еще видение применительно к рашизму. Применительно к рашизму это достижение мирового господства. И, кстати, уважаемые коллеги, я вот в своей работе, как Путин убивает за рубежом, она, значит, находится здесь в ее обложке перед вами, я сформулировал, что же все-таки такое четвертая мировая гибридная война Путина. Это состояние международного невооруженного и ограниченного вооруженного конфликта России против коллективного Запада и страны, находящейся в сфере военно-политического, ее российского внешнеполитического влияния. Четвертая мировая гибридная война является частью внутренней и внешней политики в России, представляет собой совокупность координированных и объединенных единых замыслов политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных и специальных и иных мер. Четвертая мировая гибридная война, организованная вооруженной борьбой, не служит основным средством достижения целей войны как главное решающее средство. Природа четвертой мировой гибридной войны экзистенциальная, Социальная, нижецивилизационная, ценностная и смысловая агрессия России против коллективного Запада и иных стран, находящихся в сфере российского военно-политического влияния. И основная причина, что я бы сказал, это геополитический ревизионизм. И есть ряд этапов достижений. Это ядерный шантаст США и союзников по НАТО, стран западной цивилизации. Установление военно-политического контроля Кремля вначале как минимум над всем подсоветским пространством, затем над Западной Европой. Дискредитация, разрушение НАТО, комплиментация беспомощной и неспособной защищать своих членов. Внешнеполитическое изолирование США от Европы и по завершении основного этапа войны закрепление и легитимация, в кавычках и в итоге, новояртинской сделкой о разделе мира. И затем, конечная ее цель, это обеспечение международного влияния России над США и Европой, воздействие на мировые процессы и международную политику. Юрий Юрьевич, не забывайте, что у Германа Виктора сейчас осталось мало времени. Да, да, то есть я уже заканчиваю. То есть иными словами, природа российского фашизма, природа российского фашизма, она во многом схожа с природой гитлеровского нацизма. Все очень похоже. И, кстати, сталинского фашизма красного тоже самое, потому что у коммунистов, мы помним, был герб, который облеплен в этой самой, с таким лозомом, пролетали и все их стран соединяются. То есть коммунисты тоже боролись за мир в их понимании во всем мире. Коллеги? Герман Викторович, если можно, ваши мысли по этому поводу, я заодно спрошу вас, пока еще есть немного времени. Не кажется ли вам, может быть, вы разделяете мои мысли, что одной из целей российского путинского шовинизма, империализма является уничтожение украинства, уничтожение всего украинского национального, уничтожение такого понятия, как Киевская Русь, подчинение себе всего этого, перетягивания на себя одеяла. И именно в этом состоит одна из составляющих московского нацизма. Ну, как я сказал, это один из признаков, в общем-то, один из главных признаков фашизма, потому что то, что вывел тот же Умберто Эка и тот же Ричард Брид, Лоуренс Брид, это как бы, еще раз повторю, это философские размышления. Я помню последний признак по Умберто Эка, это нововяз по ОРЭЛу. Ну, извините, друзья, это немножко смешно, да, потому что это вы увидите в любой стране. И вот за это будет цепляться Москва. Против моих признаков просто цепляться не к чему и невозможно. Еще раз подчеркну, это главное, это не все, это главные признаки. Это как бы, это вот матрица, или это форма. Значит, один немаловажный момент. Очень многие, почти все говорят, рашизм, рашизм, рашист. Я вас заверяю, что в Америке никто это не понимает. В Европе понимают больше, ну, потому что там больше беженцев из Украины, там больше тех, кто покинули Россию. Но если вы в Америке спросите даже журналистов, что такое рашизм или рашист, они не поймут, скажут, ну, ну, что, нормально, так же, как вы эти коммунисты, либо это... Рашист это ни о чем. То есть надо уже давно было говорить, российский либо русский фашизм. Все. Вот фашизм это понимает, а рашизм это не понимает. И вот это не доходит как-то до сознания многих ведущих и политологов в той же Украине. Поэтому уже давно пора, надо уже, значит, как-то называть вещи своими именами. Потому что рашист это ни о чем. И объяснять, что это такое, это никому не надо, никто не будет слушать. Поэтому давайте уже как-то вот двигаться в этом направлении. Ну, и все-таки, может быть, постараться как-то, как-то, ну, вот эту тему, значит, эти пять привязных вот как-то, как-то продвинуть. Потому что, с моей точки зрения, не потому что это мои вещи, да, привыки. Это просто совершенно очевидные вещи. Так же, как закон ОМ. Если вы не знаете закон ОМ, вы не построите дом, потому что он сгорит. Что, так сказать, сопротивление, значит, равно, значит, напряжение, деленному на то. Все. Если вы этого не знаете, вы не сможете выбрать там провода, ничего. То точно так же, как и здесь. Если вы не знаете этих основных признаков фашизма, строить отношения с Россией сегодня невозможно. Вот как бы это вот моя позиция. Потому что это должно дойти до многих, до сознания многих политиков. И они должны, наконец, понять. Так же, как и это поняли в 1939 году, после начала Второй мировой. Тогда поняли, уже было поздно, так сказать, что это такое Дермания. Ну, сейчас как-то немножко уже доходит до сознания, но еще не в полной мере. Еще по-прежнему с Путиным встречаются Эрнаган, там, не знаю, звонит ему, там, Макрон, там, еще кто-то, да, приезжает. Ну, ну, извините, но это уже за пределами какой-то политической этики. Поэтому с Путином надо вообще прекратить все отношения политические, экономические. Вот тогда начнет быстро, так сказать, доходить сознание, как его, так и его окружение, так и народ. Но иначе я не вижу, значит, пути, да, так сказать, сопротивления. То, что война, это вот, это уже реалии, это уже вот физические действия. А вот по части, я бы так, контр-пропаганды, еще далеко не все делает украинский. Герман Викторович, скажите, пожалуйста, считаете ли вы необходимым деноцификацию в Российской Федерации после того, как путинский режим с помощью украинцев, с помощью ВСУ и, конечно же, руками российского населения падет? Как она будет проходить? Нужна ли России деноцификация и как она будет проходить? Как проходить деноцификацию, демилитаризацию и демилитаризацию России? Да, да, да. Но я... Демилитаризация, понятно, конечно, демилитаризация нужна. Забрать ядерное оружие, это очевидно. А деноцификация нужна российскому обществу? Ну, вообще-то, конечно, нужна, но сейчас что-либо делать в этом направлении практически нереально. То есть мы должны подождать результатов и победы Украины на поле боя, то есть возврат Херсона, возврат южных территорий, районов и, возможно, даже и Донбасса. И тогда уже говорить на условиях Украины с Москвой, а не на их условиях, которые сейчас пытаются Лавров и Путин продвинуть. Поэтому после этого уже в России начнет меняться и сознание. Слушайте, мы положили там столько людей, и что в итоге? Вы понимаете, это полный нонсенс. Поэтому тут я не вижу абсолютно другого пути. Сейчас повлиять на мозги россиян практически невозможно. То есть там продолжается вот эта вот кампания, которая была начата 8 лет назад. Сейчас это просто нереально, что бы ли изменить. Через полгода, год мы посмотрим. Я думаю, это будет меняться достаточно быстро и радикально. Но не сегодня. Итак, резюмируя, все-таки, Юрий Юрьевич, кратко, если можно, нынешний путинский режим, к чему он ближе, к нацизму или к фашизму? Только к фашизму. И это самый опасный в мире вид империалистического фашизма. Путинская федерация – это самое главное мировое зло и самая главная экзистенциальная опасность для всего человечества. Герман Викторович, тот же самый вопрос. К чему ближе путинский режим? К нацизму или к фашизму? Ну, я согласен с Юрием, с моим давним товарищем. Что, да, все-таки это неофашизм в своем таком проявлении, может быть, не совсем один к одному, но очень близко, зеркально похожий на нацизм Германии. Но все-таки это не нацизм, потому что Россия – это многонациональное государство, и скорее это все-таки государство фашистского устройства. Вот об этом надо говорить, и это надо доказывать, и это надо, в общем-то, утверждать. Ну, а я, если можно, тоже скажу два слова. Я, к сожалению, с вами, уважаемые коллеги, не соглашусь. Я считаю, что в России нацизм, режим путинский ближе к нацизму по одной простой причине. Основная цель Путина – это уничтожить украинскую государственность, украинскую нацию, украинскую культуру, украинский язык, украинское образование, украинцев как нацию и Украину как государство. Иначе, чем нацизм, я это назвать не могу. Плюс они сами в этом признаются. Медведев лично заявлял, я цитирую, «Украинство должно быть уничтожено». И Путин говорил, что государство Украина себя изжило. А что такое государство Украина? Это национальное государство украинцев. Поэтому я считаю, что цель Путина не только фашизм, то есть утверждение собственной власти и тоталитаризма в абсолюте, но и уничтожение своего естественного конкурента, своего конкурента в виде Киева, в виде Киевской Руси. Он должен это растоптать, уничтожить и, как в этом фильме, помните, остаться один. Я благодарю всех уважаемых коллег наших и Юрия, и Германа за дискуссию, за прекрасную передачу. Всего вам доброго, друзья. До свидания и слава Украине, украинскому народу. Героям слава. Спасибо. Доброго вечера. Мы из Украины. Субтитры подогнал «Симон»!